Здравствуйте, ребята! Тема нашего сегодняшнего урока – Типы кровеносных систем, замкнутые и незамкнутые типы кровеносной системы, большой и малые круги кровообращения. Целью нашего урока является описывать типы кровеносной системы разных видов животных. Задание номер один. Давайте вспомним, какие же бывают кровеносные системы. Как вы уже знаете, бывают замкнутые и незамкнутые. Как же вы думаете, чем же они отличаются друг от друга? Замкнутые кровеносные системы, когда кровь движется только по сосудам и не смешивается с полостной жидкостью. Незамкнутые кровеносные системы, когда кровь выливается в полость тела, омывая внутренние органы. Кольчатые черви бывают многощенковые, малощенковые, пиавки. Вы знаете, ребята, что именно в процессе эволюции именно у малощенковых червей впервые появилась замкнутая кровеносная система. Моллюски бывают брюхоногие, двухстворчатые и головоногие. У брюхоногих двухкамерное сердце, у двухстворчатых трёхкамерное сердце, у головоногих трёхкамерное сердце. У них у всех незамкнутый тип кровеносной системы. Членистоногие представлены ракообразными, паукообразными насекомыми. У них у всех незамкнутая кровеносная система. Значит, нет капилляров. Иглокожие. У них кровеносная система развита слабо. Есть околортовое кольцо и пять радиальных сосудов. Тип незамкнутой кровеносной системы. Итак, подытожим. У типа хордовые, по тип бесчерепные и по тип позвоночные, замкнутая кровеносная система. У ланцетника сердца нет, один круг кровообращения. У рыб, у земноводных, присмыкающихся, птиц и млекопитающих есть замкнутая кровеносная система и развитая кровеносная система. Кровеносная система животных представлена на этой таблице. Значит, замкнутая кровеносная система у кого? И незамкнутая кровеносная система. И как шла эволюция, вы поняли на этом уроке. Задание номер два. Найти соответствие. Есть примеры. Лягушка, чайка, человек, окунь, лазвитник, крокодил. И вы находите, ставите соответствующую цифру. Если сердца нет, единица. Двухкамерное сердце – цифра два. Трёхкамерное сердце – цифра три. Четырёхкамерное, цифра четыре. Подумали? Теперь проверим себя. У лягушки трёхкамерное сердце. У чайки четырёхкамерное сердце. У человека четырёхкамерное сердце. У окуня двухкамерное сердце. У ланцетника сердца нет. А у крокодила четырёхкамерное сердце, в отличие от других присмыкающихся. Теперь подытожим. Значит, кровеносная система бывает замкнутая и незамкнутая. Кровь идёт только по сосудам в замкнутой кровеносной системе. Примером служат позвоночные, бесчерепные и корчатые черви. И незамкнутая кровеносная система, когда кровь выливается из сосудов в полость тела, смешиваясь с полостной жидкостью. Примером могут служить все чинистоногие, моллюски и глокожие. Существует малый и большой круг кровообращения у человека. В круге кровообращения, например, малый круг начинается в правом желудочке, заканчивается в левом предсердии. Большой круг начинается в левом желудочке и заканчивается в правом предсердии. А теперь посмотрим видео. Судистая система. Это система, которая обеспечивает доставку крови ко всем клеткам организма. Кровь, в свою очередь, доставляет кислород и питательные вещества, а также утилизирует конечные продукты обмена. Сердце. Это мышечный орган. Он работает как мотор, перекачивая кровь по сосудам. Сердце состоит из четырех камер. Правого и левого желудочка. Правого и левого предсердия. Изнутри камеры сердца высланы эндокардом. Внутренний мышечный слой. Это миокард. Снаружи сердце покрыто эпикардом и окружено перикардом. Это околосердечная сумка. Между правым и левым желудочком находится межжелудочковая перегородка. А между правым и левым предсердием межпредсердная перегородка. Левый желудочек и левое предсердие разделены двустворчатым или метральным клапаном. Правый желудочек и правое предсердие разделены трехстворчатым или трикоспидальным клапаном. Кровь по организму движется по сосудам. и к сердцу, и от сердца. Артерии – это сосуды с толстой мышечной стенкой, по которым кровь движется от сердца к органам и тканям организма. Артериолы – это артерии малого диаметра. Вены – это сосуды, у которых мышечный слой менее выражен, и по ним кровь движется к сердцу, от органов и тканей. Во многих крупных венах имеются клапаны, которые предотвращают возврат крови. Венулы – это вены малого калибра. Самые мелкие сосуды – это капилляры. Именно в этих сосудах происходит обмен веществами между кровью и клетками органов. Кровь в организме может быть артериальной. Это кровь, которая насыщена кислородом и питательными веществами. Это ярко-красная кровь, которая движется по сосудам с большой скоростью. Может быть венозная кровь. Это кровь, которая бедна на кислород, в ней много углекислого газа и продуктов обмена. Венозная кровь темного цвета и движется медленнее, чем артериальная. Кровь по сосудам движется по двум кругам кровообращения – большой круг и малый круг. Большой круг кровообращения несет насыщенную кислородом, богатую питательными веществами артериальную кровь ко всем органам и тканям организма. Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке сердца, откуда артериальная кровь поступает в аорту, а это самая большая артерия организма. Из аорты артериальная кровь поступает во все артерии и артериолы органов. После достигает капилляров, где отдает кислород и вещества тканям и забирает углекислый газ и другие конечные продукты обмена. То есть в капиллярах органов и тканей происходит превращение артериальной крови в венозную. Далее из капилляров уже венозная кровь через венулы и вены возвращается в сердце. Большой круг кровообращения заканчивается в правом предсердии, куда впадает верхняя и нижняя полые вены. Малый круг кровообращения несет венозную кровь в легкие, чтобы обогатить ее кислородом и превратить в артериальную кровь. Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке, куда кровь поступает из большого круга с правого предсердия. Из правого желудочка отходит легочная артерия или легочной ствол, по которому венозная кровь поступает в артерии и капилляры легких. Да, в малом кругу кровообращения венозная кровь движется по артерии. В капиллярах легких венозная кровь отдает углекислый газ и насыщается кислородом, превращаясь в артериальную. Насыщенная артериальная кровь возвращается в сердце четырьмя легочными венами, которые впадают в левое предсердие. Здесь и завершается малый круг кровообращения. Итак, ребята, используя полученные знания, решите задание номер три. Решите тест. Какой цифрой на рисунке обозначена камера сердца, из которой кровь поступает в сосуды большого круга кровообращения? В сосудах какого круга кровообращения человек венозная кровь? К малому кругу кровообращения относят. Проверяем себя. В какой цифрой на рисунке обозначена камера сердца, из которой кровь поступает в сосуды большого круга? Это номер один. Это левый желудочек. В сосудах какого круга кровообращения у человека венозная кровь? Это артерии малого круга. К малому кругу кровообращения относят легочную вену. Решите еще один тест. Большой круг кровообращения заканчивается в правом предсердии. Цифра 2. Какой цифрой на рисунке обозначена камера сердца, в которую кровь поступает из малого круга кровообращения? Это цифра 4. В организме человека превращение артериальной крови в венозную происходит в капиллярах большого круга кровообращения. Вы знаете, ребята, что есть сердечный цикл. Сердечный цикл составляет систола предсердий, систола желудочков и диастола. Если систола предсердий составляет 0,1 секунда, систола желудочков 0,3 секунды, то общая диастола это 0,4 секунды. Тогда весь сердечный цикл составляет 0,8 секунд. Используя полученные знания в тетради, заполните данную таблицу. Проверяем данную таблицу. Домашние задания. Параграф номер 23. Учебник биологии для 8 класса. Посмотрите еще раз презентацию и подготовьтесь к следующему уроку. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok